Добрый день! Представьтесь, пожалуйста. Добрый, меня зовут Ирина Александровна Мордакина. Я являюсь тренером сборной Республики Хакасия, тренером сборной России по настольному теннису и связались с поражением паранаблигательного аппарата. Сейчас мы находимся в теннисном зале, где у нас ежедневно проходят тренировки, но с любви с ограниченными возможностями. С ними мы уже работаем четвертый год. За четыре года, я считаю, что у нас очень большой рост произошел и в результатах, и в количестве начинающих спортсменов, которые просто с нуля пришли в этот зал, и на сегодняшний день вот такие, как Ирина, они просто стали чемпионами России. То есть на сегодняшний день четыре человека в моей сборной попадают в состав сборной России с ограниченными возможностями. Это Исааков Григорий, пятый класс, это Александр Соколов, четвертый класс, это Инна Балахчина, четвертый класс, и Игорь Лунг, второй класс. На данный момент мы готовимся к поездке в Санкт-Петербург, который состоится с 19 по 24. Санкт-Петербург, декабря, это будет Кубок России, и всероссийские соревнования Кубок Петра Первого. То есть для людей, кто на коляске, они проводят Кубок России. Те люди, которые ходячие, которые тоже имеют инвалидность, это с шестого по десятый класс, они играют сто, они играют в всероссийские соревнования. То есть организаторы позаботились, чтобы было всем удобно приехать и сразу выступить на двух соревнованиях. То есть мы сейчас готовимся к выезду. На сегодняшний день, я насколько знаю, у вас нет возможности или финансирования? Какая проблема? Почему вы не можете уехать на Кубок России? У нас, конечно, финансировали. Изначально такое соревнование, как Кубок России, до сегодняшнего года всегда попадал в календарный план Министерства спорта. Но в этом году почему-то решили, что на него денег финансирования не хватит. И все ребята, перед тем, как ехать, я готовила несколько спонсорских писем, чтобы помогли нам с поездкой. Наши спортсмены также. Это не единственные соревнования, на которые мы искали помощи у спонсоров, у людей, которые просто откликнулись знакомые, которые переводили по тысяче, по две, то есть хотели хоть как-то поучаствовать. Но это не единственная проблема, как я выяснила на сегодняшний день. И мало того, что мы нашли, кто-то взял кредиты, кто-то нашли выходы, кто-то занимает у родственников, то есть поехать на эти соревнования. Но у нас возникает проблема, даже, допустим, если мы решили сэкономить по билетам и улететь из Красноярска, то у нас возникла такая проблема, как добраться до Красноярска. Несмотря на то, что в нашей школе на федеральные деньги был куплен автобус с подъемником, специально для них с ограниченными возможностями. Но им почему-то мы не пользуемся, потому что, опять же, нет статьи ГСМ, и мы вынуждены оплачивать бла-бла-кар, то есть я ищу частных лиц. А это на сегодняшний день не так просто, потому что люди, которые не работают с такой категорией людей, они не понимают, какие сложности бывают. То есть это место должно быть и в машине, это сложить и коляски, и самих их пересадить. И если это большой автомобиль, то это при помощи ног ты можешь залезть и на заднее сидение. А так как люди парализованы, и это до грудного отдела большинство спортсменов, то есть для них это самая элементарная проблема просто сесть в автомобиль. В нашей школе нет сопровождающего лица, который, по идее, должен находиться в любой школе по адаптивному спорту. Этой ставки нет у нас. И поэтому я выполняю все. Я и тренер, я и носильщик, я и складываю коляски, я помогаю им где-то перемещаться, подавать, одевать. То есть проблемы разные. Очень жалко и обидно, что наше руководство этого не понимает. То есть на сегодняшний день у нас проблема возникла. Мы долго искали машину до Красноярска. Нашли. Нашли машину до Красноярска. Проблема уехать с Красноярска. Тоже проблема. Нашли. То есть отзывчивые люди, но хотя тоже еще непонятно. То есть я надеюсь, конечно, что никто меня не подведет, потому что с этими людьми мы лично не знакомы. Это были только телефонные разговоры. Но как-то мы привыкли доверять людям. На сегодняшний день возникла проблема даже в том, что мы нашли... Нам пришел вызов официально на соревнования. Мы нашли все деньги на этот выезд. Но руководство мне, допустим, не оплачивает заработную плату за ту неделю, которую буду прибывать на соревнованиях. Хотя соревнования всегда входили в тренировочный процесс. Это часть тренировочного процесса соревнований. Но на сегодняшний день наше руководство, именно Евгений Петрович Колесников, решил, что так не надо. Это моя прихоть, видимо, что я езжу на соревнования. Это Кубок России, который для моих спортсменов считается очень главным этапом. И сборная, тренерский состав сборной тоже смотрит, как лучше комплектовать команду. Если мы будем не ездить, и мы будем жить только и участвовать только в тех соревнованиях, которые нам дали финансирование Минспорта, это у нас будет только чемпионат России, то извините, а о чем может идти дальше? Какой развитие вида спорта? И вообще, нужен ли тогда адаптивный спорт вообще в нашей республике? То есть все красиво, показывают на сайтах, да, молодцы, кубки, но никто не думает, что за этим стоит. На сегодняшний момент, просто к концу года, видимо, у нас у всех кончились силы, и мы не знаем, в какие инстанции идти, чтобы нас просто услышали. Мы были в Минспорта, ну, денег нет, денег нет, хорошо, но какие-то определенные виды спорта деньги есть, на нас денег нет. То есть я считаю, что нужно чуть-чуть, ну, как-то расставлять приоритеты. У меня, допустим, два спортсмена, таких как Соколов Александр и Исаков Григорий, и Григорий вообще сейчас 19-й в мировом рейтинге, то есть, и у него сейчас есть шансы попасть на Паралимпийские игры. То есть никому это, видимо, не надо. То есть, а для того, чтобы поехать, нам нужны выезды на международные соревнования. То есть никто не слышит, видимо, от всей республики, это тоже, ну, неинтересно, что ли. Я вообще никогда не знаю, нужен вообще спорт в Факасе или нет. Ну, как бы вот, на такой прям, ну, тихо, мы послезавтра выезжаем на соревнования. Скажите, пожалуйста, сколько спортсменов завтра выезжает на турнир? Семь. Семь спортсменов. У вас будут весовые категории или... У нас классы распределяются в зависимости от травмы. Это какая, скажем, мозговая травма. То есть, те люди, которые на сколясках, это первый и пятый класс, то есть в зависимости от отдела, который у тебя сломан позвоночник. А с шестого по десятый класс это ходячие спортсмены, это ДЦП, это ампутации, ну, и так далее, различного рода. Ну, то есть на сегодняшний день у нас выезжает именно семь спортсменов. Семь спортсменов. Из них, насколько знаю, есть чемпионы России. Чемпионы России, да, их четыре человека. Четыре человека. Пофамильно можно? Можно. Григорий Исаков, это пятый класс, Александр Соколов, четвертый класс, Инна Балахчина, четвертый класс, Игорь Лунг, это второй класс. То есть плюс в команде мужская команда у нас уже три года подряд стала чемпионами России. И Кубок России мы тоже выигрываем мужской командой. То есть для нас это вот прям мы уже задержались на этой позиции и не хотелось бы никому ее освобождать. Это кубки, это, наверное, только часть. Это за последние, вот, кстати, все кубки, которые предоставлены куб за команды, за четвертый, по, кстати, на чемпионате России. А вообще все эти мы привезли вот в прошлый год. Это все, вот, кстати, с Кубка России. То есть это все у нас кубки России, да? Да. И в основном смотрю... И в основном смотрю... Да. То есть остальные я даже не принесла, они, то есть тренерская, то есть как бы все, что там... То есть кубков у вас много. Да, кубков у нас много, медалей еще больше. И вот в составе сборной России в сентябре месяце у нас август-сентябрь был выезд. Григорий Исаков ездил в Китай и тоже стал бронзовым телевизором. Слышал, вроде как в Таиланд ездили еще, выступали. Таиланд это был с 16-й год. Кстати, поездка была тоже за счет спонсоров. То есть... Эта поездка была за счет спонсоров. То есть нам надо было спортсменами добавить всего лишь часть. Вот. Поэтому как бы она была за счет спонсоров. Ну, я должна сказать, что 16-й, наверное, 17-й год были самыми плодотворными. За счет того, что мы там задержались в рейтинге. Но я должна вам сказать, что в международном рейтинге, если вы в течение года не выезжаете на международные соревнования, вы просто автоматически попадаете этот список. И для того, чтобы потом восстановиться в нем, вам нужно снова приехать и у вас занимается определенное количество единиц. То есть для наших спортсменов это цель жизни. И тут же Григорий Исаков говорит, я сделаю все, но опять сколько мне надо? Полмиллиона, чтобы достичь всего. И опять же, я не только за себя, и за Республику Хакасио, и за Россию. Почему наше руководство в этом не заинтересовано? И какие вот у нас с вами еще есть неприятности? Неприятности, неприятности. С одной стороны, есть такое постановление, еще было приведено Михаилович из имени, что все спортсмены, которые входят в состав сборной России и получают единовременные выплаты. То есть от 20-ти и до 30-ти тысяч в зависимости, либо это юношеская, либо это взрослая, то есть сборная. То есть на сегодняшний день у меня 4 человека получают стипендии ежемесячно и единовременные выплаты, которые были назначены, то есть в зависимости от места, то есть в зависимости от результата и занявшего места. То есть они получаются, получают их раз в году, обычно это бывает летний период времени, то есть по итогам года. Вот, существует такая у нас даже итоговая, своеобразная, где приглашаются все спортсмены. Но, к сожалению, в этом году на итоговую наши спортсмены, именно вот, мои спортсмены, которых 4 человека, они не были приглашены на данную итоговую, в том числе и я. Им были выплачены деньги, те суммы, которые они действительно заслужили, которые выиграли. А меня, как тренера, нашли какую-то поправку и решили лишить этой премии совсем. То есть я обращалась к Евгению Викторовичу, как к своему собственному руководителю, чтобы он повлиял, то есть пошел в Минспорт, задал им соответствующие вопросы. Ну, видимо, это не надо. То есть не надо, то есть, ну не получили, ну и ладно. Работайте дальше, Ирина Александровна. Ирина Александровна это все глотнула. В итоге все мои спортсмены, я могу сказать, просто сбросились из своих денег, потому что нам нужно было дальше ехать на соревнования с тем же Григорием, потому что Москва оплачивает нам проезд только, допустим, Москва-Пекин, Пекин-Москва, а до Москвы мы должны были добираться сами. Из сметы на Григория на 65 тысяч нам было выделено 50, то есть остальные мы сами, ну и там плюс страховки международные и так далее. То есть, естественно, все было за свой счет. То есть, ну, это вот, казалось бы, такой мелочью, эти премии, но их нет, и как бы никто не заморачивается. Сказали, что внесут в постановление изменения. На сегодняшний день неизвестно, были ли внесены эти поправки, потому что, в принципе, никто не заинтересован. И хотя, я думаю, может быть, если бы мы сразу, причем не я одна, а Михаил Хоботов, который тоже является тренером по легкой атлетике только и тоже занимается с детьми, подростками с поражением проявлительного аппарата и с глухими. То есть, он просто махнул рукой. Ну, просто обидно, это мы сглотнули, дальше ничего это не идет. Ну, просто сейчас уже, видимо, накипело, и столько всего, много проблем, которые возникают, вот, не только с финансированием. Конечно, хотелось бы обратиться, наверное, ко всем неравнодушным. Я не прошу каких-то больших сумм, которые, но это может быть тысяча, это может быть пятьсот рублей, понимаете? Это может быть даже вот оплата тех же страховых на соревнования, которые мы оплачиваем в год. Это может быть даже тот же проезд, который мы сейчас вот... Может кто-то нам вдруг есть такие, которые, допустим, работают в Булаблакаре в том же, когда нам нужны поездки, вот мы перелеты у нас часто бывают там с Красноярска, да, просто добраться, просто помочь нам уехать туда. То есть, ну, откликнитесь, а свою банковскую карту я оставлю от Вячеслава. Если что, обращайтесь, телефон будет, я думаю, тоже указан. Спасибо большое. Я надеюсь, у нас неравнодушных людей много. Я надеюсь, нас увидят они и помогут. Потому что на самом деле развитие спорта, развитие спорта не только в России, в Хакасии, во всем мире, оно очень важно. И я все-таки также прошу, подключаюсь к просьбе, надеюсь, что вместе мы поможем нашим ребятам, в том числе, буквально, вот, вы когда вы летаете? Мы 19 утра. 19 числа с утра уже вылетают. Даже, говорю, 100 рублей поможет где-то просто элементарно покушать. Спасибо вам огромное. Всего хорошего. Удачи вам. Благ вам всем и здоровья. Спасибо. Добрый день, мои подписчики. Сегодня я в интересном месте. Это у нас адаптивный спорт по настольному теннису. Здесь у нас с вами занимаются призеры, чемпионы России, Европы, мира, азиатских стран. Путешествуют очень много не только по стране, но и по всему миру. 19 числа они выезжают в Москву на первенство России. К сожалению, у них возникли трудности с финансированием. Спорткомитет Республика Кассия денег не дает, хотя этот турнир запланирован был. К сожалению, приходится спортсменам за счет своих пенсий, за счет взятия кредитов оплатить свою поездку. К сожалению, с такими трудностями мы с вами сталкиваемся везде, во всех видах спорта. Хотелось бы, чтобы большинство людей увидели именно вот этот сюжет, этот крик души. Снизу будет номер карты, большая просьба неравнодушных людей перечислить то, сколько может. 50, 100, 10 рублей. Каждая копейка в поездке будет очень необходима и нужна. Всем большое спасибо. Поздравляю всех с наступающим Новым годом. Дай Бог нам всем здоровья, терпения, силы воли, духа. Будьте людьми. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok